Кафешечка, кафешечка. Оп, и ещё один рецептик. Кулинарный рецепт. Так, ладно, поехали. Абакан. Фу! Улучшаем. Ну что, создаём? Вот это я понимаю, красавчик. Но патронов требует просто дичь. Кто следующий? Огнемёт? Или блинчики-пулемёт? Или супер-пупер-фалка с оглушением? Да-да, серьёзно. Шоковая дубинка. 130-170 урона. Эффект 100% оглушения. Капец. А также бронеплитка и прожектор с успешностью поиска 80%. Ну и, конечно, электромобиль. И всё это находится в Иркутске. Вот так вот. ПКМчик. Быстророст. Комбинезон-экран. Мощный конденсатор. И сипуха ёлы-палы. Я просто мечтаю о ней реально. Вот это я понимаю, штука-дрюка. Всё это находится в Красноярске и Новосибирске. И многое другое нам даёт последнее обновление и репутация городов. Поехали. Разберёмся, как качать, зачем качать, почему качать и где какие рецепты на нашей фантастической огромной карте. Наконец-то докатил до сургута. Держи, мужчина. Ещё и неполная награда. Спасибо, дружище. Спасибо. Опачки. Репутация Курган плюс 30. Крышечки. Всё, как мы с тобой и любим. Друзья, всем огромный привет. С вами Харди и мы продолжаем. И это фантастическое Дэй Эр. Обновление просто сногсшибательное. Посмотри. Чёрные рубли. Железные гаечки. Ты с ними, скорее всего, знаком. И продуктовые карточки. Что это такое? Это фантастика просто. Это валюта. Валюта фракций. Валюта городов, короче говоря. С последним обновлением 701. Неважно. Что самое главное добавилось? Полностью переработаны были города. Теперь в городах появилась медсестра, мастер, найти человека, задание торговец, скупщик и проводник. Это сообщение между городами. Не между всеми, конечно же. Ну так вот. Репутация городов открывает тебе. Сможешь в магазе всё покупать. Видишь? Репутация 2. Репутация 3. Противогазик. Самое главное, что открывает нам репа. Это, конечно же, красавчик, мастер, блин. Повышаем репутацию. Улучшаем мастерскую. Репутация 2, видишь, да? Для следующего левла. Ну, кстати, СВДшечку здесь можешь сделать. Где находимся? В Сургуте. Ну и ну и. Везде есть какие-то уникальные рецепты. Типа ПКМчик. Ёлки-палки. Я просто, ну ты понял. Я с этим пулемётом вот всё делаю. Я даже спать с ним ложусь. И такая ерунда есть во всех городах. Новые брони 2 штуки, да? Экран и броня старателей. Это топ. Огнемёты. Оглушающие. Пердящий, жужжащий. Чё только нету. Катер, вертолёт. Блин. Вот такой красавчик крас, да? И, кстати, смотри. Титановый сплав. Это новый ресурс, который нам добавили. Титановый сплав. Бронеплитка. Мощный конденсатор. Здесь даже пишут, да? Изготавливается в мастерской Новосибирска. Это важно? Это очень важно. Нам важно с тобой прокачивать репутацию городов. И первый город у нас Сургут. Мастер-фломастер. Вот такой фантастический. Блин. Ну тут самое ценное. Это ПКМ-ка, да? Чё там говорить? Баф. Четыреста восемьдесят пять. Фиг знает. Это супер, не супер. Ну и самое главное. Как повышается репутация городов? Везде всё одно и то же. У нас, значит, сложность задания. Это количество звёзд и три цвета, да? Красный, синий, зелёный. Зелёный. Это всегда что-то найти. Какую-то ерунду. Типа ресурсики. Вон солёная рыба, да? Понял. Если у тебя этот ресурс есть в инвентаре, просто вот так вот делаем. Вышел. Зашёл. Готово. У меня она была. Если нет, идём добываем. Второй тип заданий. Доставка либо пассажир. Синяя. То есть это куда-то надо притащить. Место назначения. Магнитогорск. Капец вообще. Просто жесть. Нужно доставить груз с другой базы. Ёлы-палы. Ну ты понял, что мне надо сделать? Мне надо сгонять в магнитку. Взять этот грёбанный этот груз. И вернуться потом сюда. Я получу четыре тысячи железных гаек, да? Опыт и репутацию. Нет, оставим. И самые мои любимые задания. Это грёбанные красненькие. Почему самые любимые? Ой, как они быстро выполняются. Это просто шикарно. То есть это то, что рядом. И вот они, три восклицательных знака появились. Ну это мочилово, да? Грубо говоря. Ждать вора ночью. Спрятаться между забором. Стоять. Короче, это такая вообще изи и ерундовина. Если ты прокачанный, да? Ой, блин. Бедный вор. Его вообще, короче, расщепило, блин. Грязь. Обработать рану. И всё как бы, ну ты понял. Быстро, 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 чётко и эффективно. Осторожно подобраться. Атаковать. Там можно было договориться с бандосиками. Я ни с кем не договариваюсь. Пленных не беру. Я всех наказываю. Самое главное, что хочу тебе показать, это в целом. Как, чего и почему. Что мы делаем потом, когда все задания выполним? Ты либо ждёшь отката физически. Либо откатываешь за крышки. Ну просто в принципе. Где получить крышки без доната, если у тебя нет возможности, желания донатить игровым путём? Первое, за просмотр вот этой ерунды. И второе, периодически тебе дают задания ежедневки, да? Вот смотри, стальной котелок мне надо создать. Получу 20 крышек. А что я такое вначале тебе показал? Это ещё одна тема фантастическая. Я, честно, раньше ей не пользовался. Но сейчас очень даже я этим пользуюсь и буду пользоваться. Что я ищу? Я ищу, значит, рестораны, столовые. Также, к примеру, есть столовка во всяких. Вот здесь, да? В институте, там, в школе, в садике, блин. Я не знаю, везде есть. Нас интересует с тобой кулинарная книга. Вот она, красавец. Кулинарный рецепт. Что это такое? Вот это, кстати, тоже возможность крышек. Отошли от темы, да? Репутация, прокачка репутации. Какой выбирать город? Вот, вот что важно. Блин, я не знаю, смотри сам. Смотри сам, что тебе интереснее всего. Вот, побыстрее хочется прокачать. Как бы сильно быстро, не рассчитывай, да? Городов много. И, ну, короче, как это классно. Я в шоке просто. Насколько крутая обнова. Это просто огонь. Чик, задание завершено. Иногда надо будет искать начальника охраны, чтобы получить задание. В общем, суть простая, да? Берём вот эти пять заданий, бомбим, заходим в город, чтобы что-то отдать, либо получить награду у начальника охраны. Ну и всё, сделали задание. Смотри, репутация 365. Я думаю, механика простая, да? До безобразия. Куда двигаемся дальше? Дальше мы двигаемся в Тюмень, куда? А там уже по ЖД путям поедем. Совсем отвлёкся. Кулинарные рецепты. Я, честно, раньше этим не пользовался. Вообще. Но сейчас, ёлы-палы, какая есть еда фантастическая. Я в шоке. Этому надо, на самом деле, целое видео посвящать. Но это будет потом. Мы полностью разберём все рецепты. А сейчас, как их быстренько учить? Вот так вот. Где берутся книжки? Пирожок. Хорошо, мы теперь пирожок умеем делать. Где берутся книжки? Просто в городе. Шаришься по городам, обыскиваешь столовки, рестораны. Всё. Ну, короче, ты понял, да? В школах, в техникуме, там, ещё где-то, в институте. Везде, где есть столовая. Ты ищешь книжку, нажимаешь. И вторая методика. Если ты знаешь рецептик, да? Ты просто вкидываешь сюда ингредиенты правильные. Один раз приготовил. Всё. Навсегда, значит, запомнил, да? Как это безобразие делается. И вот тут вот они у тебя перестают быть чёрными. Что здесь есть? Да вот, к примеру. Голубцы. Количество собираемой травы и ягод. О, капец. Ты представляешь? Не, ну ты представляешь, что это такое? Я не знаю, как я раньше жил без этого апкаста. Это же дичь какая-то. Шуши ничего не дают. Картофельное пюре. Дальность стрельбы плюс один. Вот вроде бы ерунда, но если собираешься идти фармить мясо там на королеву пчёл, да? Что-то типа такого. Скорость поиска. Сытная еда. Контратака. Холодным оружием. Ну ты понял чё? Берём вот эту колотушку, которая делает стан, да? Сто процентный. И блинчики контратакой. Ой, короче, ты понял, да? А вот это я сейчас взял. Дальность перемещения в бою плюс один. Пирожок. Грибной суп. Стартовые очки плюс один. Очень хорошая штука, да? Нужны лисички, шоль и чистая вода. Короче, хаваем вот эту. Идём, собираем лисички. Вот это хаваем, да? Потом собираем много лисичек и готово. Энергичный. Максимум энергии. Я в данный момент скушал вот это о новогоднее настроение. Всё это ты в бою можешь смотреть. И вот здесь можно посмотреть. Чик, длительность 5 дней. Прикольно? Прикольно. В общем, смотри. Кулинария это вообще фантастика. И я тебе показал лишь малую часть этой фантастики. А есть вообще эпические просто рецепты. Просто эпические. Сейчас давай я быстренько докачусь. Ну, в Тюмени я уже тебе показывал, да? В Тюмени самая дичь это Абакан. Ну, как бы если у тебя нету пока ещё моей тачки, то, конечно, Красс 255. Он хорош? Хорош, конечно. Давай вот этот заказик сразу. По-хорошему вообще всю репутацию надо качать, да? Во всех городах. О чём речь? Где-где-где крышки брать? Скупщик? Ему надо продавать чё-нибудь постоянно по откату. И, конечно, задания. Причём вот эти вот. Это очень быстро. Это рядом, да? Плюсом получу, смотри. 165 репутации, да, к Тюмени. И ещё 600, 600. Короче, 1800 крышек. Неплохо? Неплохо. В Тюмени уже доступно. Значит, вот такая штука проводник. Ну, как ты уже понял, проводник, ну, ты видишь, да? Он как разблокируется? Прибежал в город, он разблокировался. Типа того. Поехали в Курган. Радиация слишком большая. Чем больше веса, тем больше будешь башлять за доставку своей жопы до другого города. В путь? В путь. Чем примечателен, значит, у нас Курган? Давай посмотрим. Перечница. Ну, вот такая вот. Дробовичок. 150. Ну, блин, уроны, да, вот это всё, это понятно, что это всё очень крутое. Ну, кстати, здесь также акашечку, да, можно сделать. Для начала, это вообще, я, я с этим автоматом прям вообще, короче, и уазик. Я с этим автоматом прям очень долго бегал. Ну, я когда оказываюсь у скупщика, я забираю у него сразу все крышки. Ну, ты понял, да? Если тебе нужна валюта городов, очень быстро, это скупщик и задания вот эти вот, смотри. Есть у тебя верёвка? Сдаём сразу. Уничтожаем логовы, да, и готово. Доставками не занимаемся, если не хочешь, чтобы это долго было. Запрос на кое-какие вещи. Свеча зажигания. Слушай, я вот эту доставочку возьму, потому что мы в магнитку сейчас с тобой сгоняем. Завершить. Ну что, поехали дальше. Омск. Ох, блинчики, города, вот эти вот Омск, Новосиб, Красноярск, Иркутск, это вообще капец. Город Омск. Тут уже прям видишь, да, сколько крафта. Ну, собственно, РПГшечка и КамАЗ. Но самая главная тема здесь, это РПГ, конечно же. Мастерская уровень 4. Вот этот ДП, да, Дегтярёв, это тоже неплохая штука, Дрюка. Он замена, короче, фантастическому пулемёту, золотому, типа того. Так, давай сразу скупщик. Вот в этих городах идёт уже другая валюта. Такие билетики. И следующий город у нас Новосибирск. Опа! Да. Мне лично это очень интересно. Ну, во-первых, мощный конденсатор, без него никуда, он нужен вообще везде, да? Ну и ну и. Сипуха. Фантастика просто, блин. Это такая же, как вот. Короче, это самое юзабельное оружие у многих игроков. Что? Вот что. СВДшка. Смотри, урон 95-120, да? Действие очки 2 и патрон Х2. Смотрим. Ну, как бы понятно, да? Патронов. Короче, всё круче. Всё круче. Вот такая вот фантастическая штука, да? Блин, и мастерская всего третьего лаула. Надо бомбить? Конечно, надо бомбить. Ну-ну-ну, да? Смотри, второй сделаешь, третий фиг. Надо репутацию, короче. Репутацию повышать. Соответственно, надо делать грёбаные задания. У меня пока что чужак. И посмотри. 1100 надо репу набрать. Капец. Вот здесь вот в этих городах, да? Железный фронт, или как там называется? Там 600 очков, да? Вначале набираешь. Тут сразу косарь просто. То же самое и в Омске. Ёлки-палки. Это, короче, дичь вообще. Железо. Да у меня есть железо? Давай хоть 25 репутаций. Оп. Завершить. Так, давай я быстренько тут разбомблю бомжей. Как раз мне нужны билетики. Иначе я сейчас это, накатаюсь и нечем будет платить проводнику. Ну и всё. А доставочку я пока бросаю. 185 репы. Блинчики. Вот так. Нажимаем кнопочку обновить. И пошла жара. Смотри, всего 30 крышек, да? Первый раз. Потом повыше, повыше. То есть, теоретически, можно очень быстро достигнуть репутации, да? И забрать свою сипуху. Слушай, вот этот город прям вообще серьёзный. Поехали дальше. Дальше будет ещё серьёзней. Красноярск. Хтытыщ. Ну, собственно, здесь у нас быстророст. Здесь у нас комбинезон-экран. Это не топ броня, но сопротивление радиации 8 единиц. Ну и смотри, в крафте что участвует. Бронеплитка. Мощный конденсатор. То есть, всё новое, всё крутое. Оно вот такое, да? Ну, кстати, ПКМочка тоже тут. Причём уровень мастерской всего второй. Ты посмотри, чё. Офигеть, я в шоке. Ну, ты понял, да? Да? Грязь, блин. Прям сразу улучшай без репутации. И забирай свою ПКМку. Запомни этот фантастический город. Это Красноярск. Очень круто, слушай. Сейчас я тоже здесь, да? Блин, скупчики, скупчики. Забываю про скупчиков. Слушай, у меня медведи пропадут, поэтому, поэтому. Их по-хорошему переработать, да? Ну, они нафиг попропадают. Не забывай забирать крышки. По-хорошему ещё задание всегда, да? Ну, к скупчику заходи. Ну и, конечно, задание. Ну что, поехали. Следующий город. Две тысячи крышек. Ааа, боль. Иркутск. Очень далёкий город. Но-но-но. В нём, как и в Красноярске, просто грязь какая-то. Посмотри, чё, а? Тут целая куча рецептов нужных. Бронеплитка. Четвёртый левел мастерской. Прожектор. Четвёртый. На втором шоковая дубинка. Ты представляешь? Это, короче, очень круто. Мужчина-скупщик, забирай. Давай, чё там по заданиям. А то у меня напряжёнка с крышками. Бандосиков. Давай я быстренько всех раскидаю, да? Мне это вообще прям, ну прям надо, короче. Схема простая, да? Если очень быстро хочешь. Зелёные задания, то есть какой-то ресурс отдать. Ну и киллы. Засада, подкрепление, бандиты. Доставка, это уже не быстро. Ну и дают, как бы, да, валюты дофига делов. Но, вот смотри, к примеру. Доставка до Красноярска. 3000 крышек. Проводник, проводник. Чё я поехал в Красноярск? Слушай, эти задания тоже быстрые, если через проводника. Так. Теперь назад и в Иркутск. Ну-ка. Пассажир до Новосибирска. Мы сейчас мужчину довезём обязательно. Вот пассажиры мне очень нравятся. Почему? Мы просто доезжаем до Новосиба и автоматически получаем крышки. То есть, этот пассажир оплатит просто мой проезд. Ты понял, чё? Реально. Для начала в Иркутск. Найти человека и отдаём доставку бармену. Чик. Хорошо, да? Я почти весь проезд купил туда-обратно. Супер. А что плюсом? А плюсом репутация. Отсюда вывод. Плохих заданий нету. Есть плохие решения. Давай я без тебя бомбану эту неинтересную часть. Вот так вот красивому репутацию сразу в Иркутске, да? Чик. Так, ладно. Давай шоковую дубинку свою заберём всё-таки. О-хо-хо! Мощный конденсатор ещё нужен. Четыре штуки. Ёлки-палки. А для этого нужна реп с Новосибирском. Причём максимального уровня. Вот так вот. Вроде доступна шоковая дубинка, но недоступна. Блин, да, это жёстко. Ладно, поехали дальше. Задание по доставке между городами, которые соединены проводником, да? ЖД путями, это, конечно, отдельная тема. Раз-два и готово, да? И половину пути тебе ещё оплачивают. То есть я получил билеты, половину окупил. Наконец-таки я вернулся в наш родной Челябинск. Ёл-палы. Что здесь? Титановый сплав, мастерская четвёртого левла. У меня здесь третьего. И нужна репутация три. Заказик. Это быстро. Мне буквально чуть-чуть осталось репутации. Что я могу тебе сказать в итоге? Если берёшься прокачивать репутацию, то как-то надо пачками качать, да? Ну, типа вот эти города прям одновременно. Потому что очень часто доставка людей, грузов, да? Она идёт между городами, соответственно, сообщения. То есть если качаешь, то пачками. Вот эти города. Красноярск, Новосибирск, Омск. Между ними ЖД сообщения. Ну, вот к этим, к Свердловску, к Челябинску, к Магнитке, да? К Курган, Тюмень. Ещё добавь Сургут. Да, вот так вот. То есть достаточно тяжко так будет. Ну, ты понял, да? Сургут, он в отдалении. А вот эти города, это уже отдельная история. Ёлки-палки, вообще грязь просто. Хорошо, вот здесь не засунули ничего. Но я с радостью, как бы, если добавят, да? Что здесь? Здесь титановый сплав. Это самое главное. Давай я быстренько сейчас бомбану. Вот у меня сейчас репа здесь уже будет. И доставка, кстати, до Тюмени тоже изи, да? Если вот так вот. Найти человека, кладовщик. Забрать груз и уйти. Потом назад проводник. Ну, естественно, это стоит до крышек и всё такое. Но быстро же? Быстро. Куда уж быстрей. Чик. Следующая репутация, друг. 5-200. Ха-ха, грязь. Ладно. Вот что самое главное. Так, что-то у нас дерево, вареная кожа. Мы это сейчас сделаем. Мы это сейчас сделаем. Титановый сплав мы разблокируем. Но чтобы его добывать... У-у-у. Первая мастерская уровня 4. У-у-у. Грязь. Улучшаем. И теперь нам доступен титановый сплав. Причём ещё 100 ерунды заплати за каждый слиток. Зачем он нужен? Для всего нового он нужен. Включая для починки и сборки Белаза, да? Новой брони. Какой брони? Которая находится в Свердловске. Мы с тобой первую часть почти закончили. Погнали в Свердловск. Броня старателя именно там. И вот он, Свердловск. Красавчик Свердловск, блинчики. Да, у меня здесь уже более-менее репутация. Вот этот мужчина. Грязь, да? Вот просто вот сразу грязь. Почему? Ну потому что много накручивается. Ну во-первых, смотри. Опять Жака на втором левеле, да? Ну конечно. Самое главное это броня старателя. Топ броня в игре в данный момент боевая. Вот так вот. Посмотри. 30 титанового сплава. То есть мало тут прокачать, улучшить, мастерскую сделать, да? Тут ещё надо, ёлы-палы, репутацию поднять. И ещё там поднять. И ой-ёй-ёй-ёй-ёй. СВДшечка. На четвёртом левеле мастерской. Ну а всё остальное, как бы, да? Прикольно-прикольно. Всё тот же скупщик. Всё те же мужчины, которых нам надо с тобой бомбить. Если ты хочешь это всё, значит, побыстрее сделать. И, к сожалению, этот город, да. Клея 50. Этот город, к сожалению, не соединён ЖД путями. Соответственно-соответственно. О, кстати, в магнитку. У меня в магнитке столько уж заданий. Но вот эти задания, да. Вот это вот. Уничтожение. Это огонь. Это основная тема репутаций. Реально, смотри. 60 репутаций. 65 и 40. 165 репы можно, как с куста снять. Ну что, поехали. Я надеюсь, ты понял, почему пришлось сделать две части. Потому что это грязь. Это слишком много для одного видео. Но мы рассмотрели с тобой две трети, скажем так. Если посмотреть вот по этой фантастической валюте. Железные гайки и продуктовые карточки. Города и репутации по этим валютам. У нас остаются чёрные рубли. Но не будем о чёрных рублях. Город Магнитогорск. Что у него за мастер-фломастер? Мастер-фломастер не так, чтобы очень сильно. Прям сильный, да. Здесь, значит, бронебойщик. Прикольный крутой пистолет. Кто спорит? Одно очко действий. Зил. Даже не знаю. Ну, Зил и Зил. РПКшечка, да. На первое время пойдёт и можно. Но. 8 патронов, смотри. Самое главное, что в этом городе. Это торговец. Торговец, который даёт пропуск грёбаный. Видишь, третьего левела репутация. Что за пропуск фантастический? Мы сейчас посмотрим с тобой. Блинчики, не важно, не важно, не важно. мы это сделали фонарик и самое главное отвалиться своим фонариком че-то это такое че-то это такое че-то это такое че-то это че-то это такое пропуск в шахту позволяет пройти в шахту где добывали титановую рода блинчики и на это замечательно но тем мы заканчиваем наш выпуск друзья если понравился ролик если ты хочешь побыстрее видеть следующую серию конечно же оцени этот ролик луксом ну если просто понравился мы продолжим изучать репутации репутации городов и мастерские еду 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 вот она куда ты едешь пустина ха-ха фантастика теперь то вы меня бомжи точно впустите так чё бомжи впускай не понял хочу не впускаем начать задание да блинчики да на входе в титановую шахту подойти ты понял чего он одноразовый что минус пропуск пройдя дальше я увидел лифт спустившись на нижние ярусы шахты немного поблуждал наткнулся на вагонетку с титановой рудой что серьезно я в шоке ты понял чё и вот так мы с тобой добываем руду я думал если честно один пропуск навсегда и я буду копать нет все намного проще титановая руда в общем не забывай подписывайся на канал и не пропускай удачи тебе пока пока класс класс но это вообще и сколько всего еще ой 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 а вот и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok